Меня зовут Алексей, играю под никнеймом Strange, мне 21 год и если вы меня и знаете, то скорее всего благодаря играм с Полтом, той самой ничьей на ВЦС. Как ты оцениваешь свое выступление на данный момент, как оцениваешь свои шансы пройти дальше? Ну пока все довольно-таки неплохо, если не учитывать то, что первые 4 часа турнира я просто сидел на стуле, но потом игры начались, игроки подошли все, разобрались со всеми техническими проблемами. И игры были довольно простые все, быстрые, так что сейчас я жду оппонента уже в четвертьфинале получается. Хорошо, расскажи свое мнение по поводу формата турнира. Я так понимаю, ты на многих ланах уже успел побывать и много разных форматов тоже повидал. Как тебе именно на этом турнире? Ну все хорошо, мне нравится то, что есть вторая сетка, то бишь нижняя Double Elimination, потому что всякое может быть и можно вылететь там. Не разогрелся, еще как-то там просто неуверенно сыграл, всякое в общем бывает. И когда есть сетка лозеров, так гораздо проще чисто, ну, ментально, как бы психологически, что если что, ты всегда можешь еще вернуться в турнир. Вот, в целом все хорошо, только вот небольшие проблемы с задержками. То есть есть такая подушка безопасности, довольно приятно. А помимо тебя на этом турнире выступает еще твой брат, Unix. Как считаешь, идет его прогресс? Он на удивление хорошо идет, и возможно мы сейчас как раз не будем играть в четвертьфинале, потому что у него сейчас счет с Неразимом 1-1, и вот там идет возвращающая третья игра, и возможно мы будем с ним играть. Так что он, на удивление, он показывает хороший результат, хотя он уже давно активно не тренируется. Вот, так что респект и уважуха. Респект и уважуха. Вопрос такой, так как вы два брата, киберспортсмена, играете оба в StarCraft, вопрос у меня такой. Имеет ли влияние на прогресс тренировок, на прогресс роста скилла именно то, что вы два брата, вы живете вместе? И существует ли какое-то между вами соперничество, чтобы быть лучше друг друга, и из-за этого вы растете быстрее? Раньше такой аспект присутствовал, но, во-первых, мы уже не живем вместе около 8 лет, или даже, ну, или чуть поменьше, не суть. В общем, но раньше, конечно, когда мы играли, и он активно играл, я всегда, ну, было желание его выиграть, как бы не то, что даже его конкретно выиграть, а просто хотелось, ну, самому развиваться, чтобы тоже выходить на высокий уровень. Сейчас, конечно, такого уже нет, но все равно приятно видеть, что он играет и показывает результаты на ланах, хотя он на ланах уже давно не был. На твоей руке мы можем заметить татуировку с кем-то Архонда, или просто эмблема протасов? Расскажи о ее истории, проявлении. Это эмблема протасов, которая, вы можете ее найти в, ну, собственно, в самом StarCraft, там она есть, я не помню, как они называются, но, в общем, там можно выбрать этот портретик, он как портретик выглядит, вот, и его там можно найти, собственно, я его просто взял, распечатал, пришел и сделал. Я решил так, а решил я так сделать, потому что StarCraft большая часть меня уже, много играю, с самого его начала я решил таким образом как-то оставить память, скажем так, об этом. А, хорошо, а почему тогда именно значок протасов? Ты уже точно уверен, что никогда расу не свичнешь? Точно не свичну, это я протас, начал играть протасом и останусь протасом. До глубины души, как говорится. Хорошо, скажи свое мнение о том, кто фаворит на этом турнире, кого тебе именно стоит опасаться, кого стоит опасаться твоему брату? Так как мы, возможно, будем играть с моим братом, то в первую очередь ему стоит опасаться меня, конечно же, но на самом деле он может меня выиграть тоже, он все-таки старший брат может проявить какие-нибудь стратегии, там, не знаю, как-то психологически меня задавить, там, пригрозить, ну, в общем. Вот, а вообще, если честно, серьезно, то стоит опасаться, конечно, в общем-то, многих игроков. Но, если честно, у меня большие проблемы с матчапом PvP. Вот, а здесь много сильных протасов, такие как Скилоус, Когуар, Култи, Рейл, тот же Верди. Вот, в общем, PvP у меня плохой матчап, и вот я больше всего боюсь, что я проиграю как раз-таки именно в этом матче. Поделись своими планами на ближайшее будущее, какие, возможно, ланы хочешь посетить, где выступить и вообще. Пока на данный момент я не очень активно тренируюсь, но если все-таки продолжу играть и, может быть, стану уделять этому больше времени, то тогда я, конечно же, буду ездить на такие турниры, как ВЦС, это такие, так называемые, дрим-хаки. Вот, на них можно просто приехать, и ты, вот как вот на этом турнире, ты приезжаешь, играешь, там у тебя есть группы, потом сетка. Вот, но это уже, конечно, международные турниры, там конкуренция гораздо выше. Вот, так что планирую на них играть, если я захочу, во-первых, если мне будет так же хотеться играть в StarCraft, и если будет возможность. Сложно не заметить то, в какой ты довольно хорошей физической форме находишься, поэтому вопрос следующий. Поделись своими секретами личностного роста, что-то ты, может, читаешь интересное, занимаешься физическими упражнениями, но это очевидно. И вообще, как растешь над собой? Если речь о физических упражнениях, то частично это связано с тем, что у меня очень сильно подгорает, когда я сливаю на ладре, и самое лучшее средство – это физические упражнения. Отжимания, подтягивания, с гантелей там позаниматься. И вот ты так проиграл, там кто-нибудь тебя зачизил, тебя прям так очень вообще тебя распирает от гнева, и ты так взял, позанимался, и заодно и себя в форму привел, и рассудок успокоил. Отличный средство. Всем советую. Справедливо, это работает, проверено. И напоследок вопрос. Твое мнение о лучших трех игреках в СНГ, в Штатах и в Корее? А, Европу забыл. Так, в СНГ. В СНГ, конечно же, Блай, как бы он иногда, может быть, плохо играет, тем не менее, результаты у него всегда у одного него. Наиболее удачные, высокие места он занимает. Второе, второе, может быть, Верди, но Верди, он пока что еще только-только вернулся из инактива, поэтому не знаю. На себя я всегда, разумеется, не буду причастливать за это, как бы. Так, если не включать меня, допустим, да, то, может быть, Касс, он активно тренируется, но пока, мне кажется, не может найти никак все свое, свой стиль, скажем так, поэтому у него проблемы. Вот, так что Блай, Верди, Касс. Хорошо, а Европа, Корея? Так, Корея, Корея, Корея. Мару, однозначно, топ-1. Думаю, Дарк на втором. Это, получается, Тиран и Зерк. Я не специально так делаю, но я так, правда, считаю. И Хиро сейчас в хорошей форме, как по мне, Протас, бывший СиДжей. Вот, так что Мару, Дарк, Хиро. Европа, Европа. Разумеется, Сирал, он сейчас и с корейцами на равных абсолютно выступает. Второе место. Наверное, Шоу Тайм. Он в последнем матче с Сиралом как раз очень хорошо выступил, правда, чуть-чуть ему все равно не хватило. Он проиграл, но, тем не менее, уровень хороший показал. Вот, а третье место. Сложно, честно сказать, третье место, потому что дальше игроки все примерно одного уровня, никто не выделяется. Но, возможно, и Лейзер. Хотя я уже давно не видел, как он выступает, но буквально недавно он тоже показывал очень хорошие результаты. Ты довольно много Зергов назвал. В связи с этим, есть ли у тебя какие-то пожелания, нарекания по балансу существующему? Зергов? Да, их недавно как раз-таки понерфили. В принципе, я этим доволен, так что особо ничто меня не волнует, кроме разве что ПВП. Я не буду вдаваться в подробности, конечно, но у меня лично этот матчап вызывает очень большие проблемы. Я надеюсь, что как-то что-то в нем все-таки изменят, потому что сейчас это очень такой нестабильный матч, матчап, как по мне. Но зеркалки всегда были проблемой у очень многих игроков. Спасибо тебе за интервью. Успехов тебе на турнире. И надеюсь, что братоубийственная эта война когда-нибудь закончится. Успехов!